С началом строительства новой станции Самарского метро движение по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской ограничили. Татьяна Савельчева больше 30 лет живет в этом квартале. Говорит, обеспокоена тем, как будет организовано движение машин скорой медицинской помощи, полиции и МЧС в случае возникновения внештатных ситуаций. Сначала, когда ставили вот эти блоки, сделали узенький проход, мы не могли заехать. Но попросили, убрали один блок, заехали. И нас интересует, как будет проходить вот тут дорога, если закроют на Галактионовскую выход, а собираются на Самарскую, там узкие везде проходы, вот это волнует больше всего. В ходе осмотра территории специалисты определили несколько точек, где можно организовать альтернативные въезды. Однако план потребует внести изменения в расположение уже существующего газопровода, который может помешать въезду крупногабаритного транспорта. Сейчас совместно с ресурсно снабжающими организациями посмотрим варианты строительства каких-то компенсаторов надземных, чтобы техника проезжала крупногабаритная. Будет поставлена будка охраны здесь и в течение четырех месяцев, пока мы будем организовать вот эти альтернативные выезды, жители будут пускать на территорию по прописке или по документам, подтверждающим аренду. Для того, чтобы жители близлежащих домов смогли без проблем парковать автомобили и заезжать на территорию квартала, со стороны улицы Самарской районной администрации будет проведена беседа с собственниками земельных участков, которые прилегают к данной территории. Михаил Ермоленко, Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События.